МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Сегодня моими соведущими будут София и Рома. Итак, ребята, скажите, вы знаете, кто такой Александр Сергеевич Пушкин? Кто это? Это русский поэт. Правильно, русский поэт. И самое интересное у него это сказки. Так вот, сегодня мы будем рисовать фрагмент из одной интересной сказки, из сказки Пушкина. Главный герой будет петушок. Петушок, петушок, золотой гребешок. Ну что ж, давайте мы сейчас расскажем, какие материалы нам пригодятся. Помогайте мне, ребята. Что нам нужно? Карандаш. Карандаш обязательно. Дальше. И фломастер. Фломастер. Еще нам нужен будет лист бумаги. Мы сразу его располагаем вертикально, вот так. Карандаши. И цветные карандаши. Ну и, конечно, хорошее настроение. Ну что ж, давайте мы приступим. Я рисую сегодня на своем. Листочки ребята повторяют за мной. Итак, петушок рисуется очень легко. Мы берем и делаем вот такую вот форму. Вот так. Дальше, с другой стороны, мы делаем вот так. Теперь мы что делаем? Мы начинаем преруссовывать клювик. Делаем раз, два. Так, и вот сюда маленькие два. Теперь делаем гребешок. Мы делаем просто вот так. Раз, два, три. Большой, большой, красивый. Давай. Отлично. А вы знали, что петухи и курьи разговаривают? Между собой разговаривают? Вот вы слышали, как они кудахчут? Слышали? Вот они между собой разговаривают. Кукарико. Кукарико, это говорит петух. Он всех будет, да? Да. Я думала, что вы говорите, с нами разговариваете. Между собой. С нами вы тоже, наверное, разговариваете. Дальше. Теперь делаем глаз. Давай, Ром. Вот, отлично. Теперь нам осталось петушку сделать красивый хвост. Он и отличается от курочек чем? Красивым ребешком, хвостом. Хвост давайте, ладно, ребята, я вам помогу, чтобы он был пушисто-красивый, необыкновенный. Вот, давайте петушку. И сюда. И украшаем. Сейчас мы уже покажем нашим телезрителям, что у нас получается. Осталось только ножки сделать. Но ножки у нас будут стоять на маленькой избушке. Хорошо? На курих ножках. Ну, почти. Вот так. Теперь нам осталось что нарисовать? Нарисовать солнышко. Солнышко умеем рисовать? Да, да. Давайте вот здесь. Солнышко у нас будет здесь внизу. Мы делаем кружочек. Так. И чего на небе не хватает еще? Небо. На небе небо не хватает. Облака. Мы делаем вот так полосочку. Делай полосочку вот так. Так. И теперь делаем вот такие маленькие, большие-большие. Так. Бугородчик. Давай, Ром. Чуть-чуть смелее. Сегодня у нас будет работа цветными карандашами и фломастерами. Точнее, одним фломастером, черным. Поехали. Небо какого цвета у нас будет? Голубое. Голубое. Давайте сначала мы покажем телезрителям, что получилось в итоге у нас. Какой смешной петушок получился у Ромы. Пока сейчас еще непонятно, но на самом деле он смотрит наверх и кукарекает. И клюв у него тоже наверху. Голов запрокинул. И у Софии то же самое. Итак, теперь мы должны будем полностью сейчас закрасить голубым цветом наш фон. Можно делать фон и красками, но у нас сегодня полезное занятие. Мы еще и развиваем наши пальчики, ручки, чтобы был красивый почерк у ребят. Как вы думаете, курочки, петушки, это умные птицы? Мне кажется, да. Да? Ром, а как ты думаешь, умные птицы это? Тоже да. Тоже да. Давайте помогу. На самом деле ребята думают правильно. Курочки и петушки, они очень умные птицы. Если вдруг из курятника забрать курочку на два дня, а потом туда же ее вернуть, то ее сородичи примут обратно, потому что они запоминают всех своих курочек. Понятно? Друзей, соплеменников. Так, ребята, давайте скорее покажем, что получилось у нас. Ром, показывай. Своё бушующее небо. Итак, мы сделали первый шаг, мы сделали фон. Затем мы будем делать самого петушка. Петушок у нас будет такого оранжево-коричневого цвета, поэтому мы тело петушка закрашиваем оранжевым цветом, а затем я скажу, что мы будем делать дальше. Видимо, я сегодня буду помогать нашим ребятам поскорее работать. Вы знали, что курочки и петушки умеют предсказывать погоду? Я знала. А ты знал, Ром? Ну, я знал. Вот, теперь ты будешь знать. Они сами чувствуются. Они чувствуют, когда меняется, да, что-то в атмосфере, да? Какие-то магнитные поля, у нас там начинает бушевать ветер, и они начинают быть такими беспокойными. А когда всё хорошо, тогда и они спокойны. Так. А ещё есть такая штучка, которая бывает же, на ней петуха рисуешь и на крышу ставишь. А, такой петушок от ветра, который крутится, да? Так, Ром, тебе помощь нужна? Ну, мне не накрадусь. Держи. Помощь нужна? Мне да. Давай. Буш нужно ещё рисовать. Ну, конечно, полностью всего нужно закрашивать. А ты думала, он что у нас, двухцветный? Нет, я думала, он... Двухцветный? Да, да. Поверхность у него немного красная, а вот тут... Поверхность? Поверхность у нас будет другая, красная, Ром. А вот тут уже... Красный. Да. Так. Софии я помогла. А вот здесь София забыла только у нас закрасть. А у меня уже измельчился. Измельчился? Давай, помогу тебе. Измельчился. Вот так. Теперь мы берём и делаем хвостик жёлто-зелёным цветом. Выбираем зелёный цвет. Держи. И смотри. Вот эту часть зелёную и вот эту часть зелёную. Смотри, через один. Хвостик сделаем через один. Эту часть зелёную и эту. Давайте. Поехали. Поехали. Так. Ну да. Можно погрызть, потом закрасить. Так, хорошо. У курочек, как и у петушков, всегда меняется настроение. У людей меняется настроение? У меня да. Когда хорошее, тогда плохое. Правда же? Да. Вот так и у этих птиц. Они тоже под настроение живут. Если они в плохом настроении, то лучше в курятник, наверное, не заходить, я так думаю. Да? Они может пукнуть. Да. Вот у меня этот... Я заявил там... Это... Там специальная сторона, там для курятника. Просто для губи и, наверное, для петухов. Давайте помогаем. Пришла она, помощь тебе. А пока вот это. Давай, закрашивай эту часть. София, тебе помощь нужна? Тоже? Так, сейчас мы сделаем волшебное превращение наших карандашей. Перевернем. Вот так. Давай. А, ну вот, София уже закончила. А я начинаю желтым закрашивать, помогать ребятам закрашивать желтым. Теперь... Да, вот эти першки мы закрашиваем полностью желтым. Вот. Вместе с кругляшками, ясно? С закругленными вот этими узорами закрашиваю. Давай, Ром, я сделала. Теперь твоя, вот это я закрашиваю. Ого. Если мне нужен синий, у меня есть. Если мне нужен синий, у меня есть. Давай я другой возьму. В твоем волшебном рюкзаке, правда? Ну, нет, вот же. Ну, да, ты же сказал, у тебя в рюкзаке есть карандаш? А, ну, да. Мы практически заканчиваем, как уже сказал Рома. Желтым цветом сейчас мы еще сделаем несколько деталей, и нам останется просто обвести нашего петушка. Мы должны закрасить солнышко и вот эту часть крыши. Давай. Я тебе помогаю. Ну, если что, у меня есть желтый брюкзаке. А у тебя сделаем оранжевым. Вот эту часть сделаем. Солнышко сделаем оранжевым, да. Да. Он же кукарекой. А где солнышко? Вот. Нет, мы же еще не закончили, осталось нам избушку только сделать. Вот, помогаем. Бери теперь коричневый цвет и закрашивай нашу избушку. А окошко оставляем голубым. Но все оранжевое же не может быть, правильно? И осталось нам сделать только голову, да? Находим красный цвет. Это мы сделаем просто маркером. Наша работа будет выполнена немножечко в технике Зинарт. Что это за техника, вы увидите немножко позже. Будут небольшие узоры, выполненные чем? Маркером. Так, все, готовы? Так, и осталось нам сделать только клювик. Клювик бывает какого цвета? Желтого. Закрашиваем желтым цветом. Ну, давайте, ребят, я уже вам помогу здесь. Здесь клювик. Да, и Роми тоже закрасила. Все, поехали. Теперь мы берем маркер и обводим абсолютно все детали, которые мы нарисовали с вами, маркером. Давайте сначала покажем до маркера, что у нас получается. Вот. Ну, пока не совсем понятно, яркая работа, да? А дальше вы увидите. Это до, да? Сейчас вы увидите после. Поехали, обводим, ребята. Просто обводим все детали аккуратненько маркером. Если будет нужна помощь, вы можете меня позвать. Пока вот такой вот петушок у нас получается. Да, ну, сзади отпечатывается. Теперь мы берем и украшаем. Смотри, София, как мы это делаем. Вот здесь у нас еще должно быть крылышко. Вот так поверх теперь рисуем крылышко. И в крылышке делаем вот такие улиточки. Поняла? А ну-ка попробуй. Вот такие загогулинки. Томик улитки. Вот умница. Еще теперь. Так, Ром, давай. Угу. Только близко к друг дружке должно быть. Так. Еще их называют розочки. Вот так. Отлично. Да, очень близко. Больше похоже на розочки, да? Теперь на зеленой части нашего хвостика мы делаем, на зеленой и желтой, мы делаем вот такие полосочки. Вот. Еще вот здесь. А вот эти кругленькие мы не трогаем, хорошо? Так. А вот здесь, смотри, мы делаем вот так. Вот так. Вот на одном сделай, теперь здесь делай. Так. Здесь то же самое отсюда, от серединки. Так, от начала и вот сюда. Вот так. И здесь то же самое. Вот. Отлично. Ну, все, я закончил. Закончил? Да. Давай. Теперь мы должны крышу сделать. На крыше мы делаем вот такие вот. Раз, два, три, четыре, пять. И потом вот такие еще. Вот так. Понятно? Смотри, Ром, что ты делаешь теперь. Ты берешь и вот здесь на полосочке выполняешь вот такие вот. А, сначала, подожди, мы забыли про крылышко. Крылышко. А в крылышке делаешь вот такие вот улиточки. София у нас уже закончила. Догоняй, Рома. Сейчас я помогу тебе сделать. Маркер закрывать? Да, маркер закрывать. Так, Ром, вот здесь вот сюда. А у нас желтый маркер. Смотри, вот здесь вот такие полосочки сделай. И у окошка мы должны сделать что? Творки, да? Вот так делаем. Как у окошка делаем? Так, раз, два. Все, закрываем маркер. Ну, давайте похвастаемся своими петушками. Какая красота получилась у нас. Вот, после. Вот сюда видно. Да. Это небольшие элементы в технике зинарт. Если вы захотите подробно узнать об этой технике, мы обязательно расскажем в следующей передаче. Ну, а мы с вами прощаемся, правда, ребята? А какие работы получились у вас, нам бы тоже хотелось увидеть. Присылайте свои работы на наш аккаунт в Инстаграме, который вы видите сейчас на своих экранах. Пишите, сколько вам лет и как вас зовут. Ну, а мы с вами прощаемся, правда, ребята? И что говорим? Пока! Субтитры подогнал «Симон»!